Саша, два вопроса есть. Скажи, пожалуйста, вот я не был на флеше, какие ощущения испытывает человек, который не играл два года на уровне РПЛ, я видел, ты играл в FNL, это были для тебя сложные достаточно матчи. Вот как на уровне РПЛ? Понятно, что эмоции самые положительные, как будто в космос летал. Поэтому понимаешь, что добиться результата может только тяжелый труд, и нужно не опускать руки и верить в себя. То есть ты почувствовал, что все было не зря, это время, когда ты просто тренировался? Конечно. Саша, по своему будущему ты определился, ты говорил, что как раз эти полгода будут какие-то определяющие. Потом им покажут. То есть пока ты не можешь сказать, уходишь ты или остаешься? Нет, пока не могу сказать. А вот здесь что? Распишите полгода. Ну, что в партака поменяются тренера, это как-то может повлиять? Как будто. А вот здесь счетов? Все, что возможно. А вот здесь счетов? Нет, нет, все целом. А можно портфель его очень? Ну, портфель это слишком нагловато, пацаны. Слагохрабные конкуренции. А? Слагохрабные конкуренции никогда там у Максименко карточки или Трафа, ты можешь его выбить из-за стола? Ну, ребята, все покажут. Время, вот. Мое дело тренироваться, отдаваться полностью делу. Ты сейчас уже не чувствуешь какой-то боли, когда выходишь на поле? Нет, нет, нет. Все зажило, надеюсь, это будет отправной точкой. Скажи, вот, Саша, в последний момент, кто-то с голым, кто, что там, что там было такого, что... Ну, наверное, не было коммуникации, я не подсказал Илюхе, вот, я пошел на перехват, он пошел на перехват, поэтому вот так было и зашло, я думаю, что это больше моя вина, чем его. Ну, у вас защитники регулярно себе забивают, ты это можешь объяснить? Маслов, вот сейчас, кутяпу. Ну, то есть, течение просто обстоятельств, ничего в этом нет. Спасибо, удача.